всем привет уважаемые гости и подписчики моего канала по многочисленным заявкам своих подписчиков сегодня расскажу о настройках всех звуков на нашем телефончике redmi 4 pro значит в меню настройках настройки есть вот такая вкладочка называется звук и вибрации заходим сюда и первое на первое что мы видим можем выбирать сразу режим да вот режим без звука мы включаем и что происходит значит у нас телефон при поступающих уведомлениях и звонках будет только вибрировать рингтон играть не будет также его можно выключить здесь мы можем регулировать громкость рингтона вот видим да то есть это громкость какой будет играть звонок при выборе далее отдельно регулируется громкость будильника у нас и отдельно регулируется громкость а значит музыки видео игры и другие медиафайлы это очень удобно единственный косяк который мы здесь не можем отрегулировать это вот громкость уведомлений поэтому громкость уведомления всегда ставлю на беззвучную потому что они либо будут очень громко играть как входящий вызов обычный да что пугает в определенных моментах либо будет играть входящий сигнал очень тихо если сделать громкость рингтона маленькую далее значит что можно делать с на с этими звуками ну во первых можно менять классический рингтон на все вызовы которые которые у вас контакты есть телефоне но на них мелодии не заданы также можно мелодии задавать на вызовы я покажу как это делается вот значит реклассить рингтоны на стандартный вызов меняются вот таким образом заходите в рингтоны и вот здесь видите у меня помимо стандартных я уже на скидывал тех мелодий которые мне нужны были как какие мне нравились в определенные моменты да они здесь есть есть вот один из последних скачал его с по моему с индийского какого-то сайта вот такой рингтончик вот такие рингтоны это я с какой-то последней топа скачал не помню вот то есть любые рингтоны можно выбирать на общие звонки также можно задавать рингтоны на конкретные вызовы то есть на конкретный вызов можно назначить отдельную мелодию и он будет звучать далее можно менять звуки входящих эсэмэсок вот без звука по умолчанию они как правило здесь внизу находятся звуки эсэмэсок вот они видите системные мелодии вот такие разные достаточно неплохие здесь мелодии сделаны на эсэмэске как правило идиотские на телефонах звуки здесь мне на ксюме не нравятся более-менее нормальные вот я вот этот выбираю она мне нравится ее и оставляю далее значит будильник классический будильник рекомендую не менять очень хорошая мелодия установлена на него где она тут вот она очень такая она не напрягающая утром достаточно приятная музыка не подскакиваете вы как ужалена поэтому рекомендую не менять ну кому не нравится можете поменять мне очень она понравилась следующее оповещение календаря здесь тоже самое можете выбирать любые мелодии любые звуки эти мелодии будут играть когда в календаре у вас забита какая-то дата да и при наступлении этой даты это будет происходить вот у меня например вот такой звук также звук уведомления то о чем я говорил да то есть их можно назначать на мелодии на уведомление любые мелодии выбирать и любые звуки но к сожалению громкость отдельно на эти уведомления не настраивается поэтому чтобы она каждый раз не пикало да то есть когда смс к приходит это бывает не так часто да ну смотря у кого как ну тем не менее а уведомление это уведомление могут приходить от всевозможных программ которые у вас настроены да и дан допуск на уведомление то есть это может пикать каждые там пять минут меня это раздражает поэтому я звук на уведомление всегда ставлю без звука и принципе людям которые не сидят с утра до вечера в телефоне рекомендую делать так же чтобы не подпрыгивать от каждой от каждого звука телефона также рекомендую добавить вибрацию при звонке это что означает когда у вас телефон лежит в кармане да и вы едете допустим в машине в метро или где-то это самое на улице находитесь звонка не слышите начинает работать виброотклик моторчик очень удобно наверное все об этом знают но кто не знает тоже можете пользоваться вот так же вот в режиме без звука использовать виброотклик вибрация на звонке то есть когда у вас телефон беззвучном режиме все равно он у вас будет вибрировать виброотклик он кстати настраивается вот видите тут слабый средний выключен и сильный но моторчик здесь достаточно мощный поэтому среднего виброотклика будет достаточно всем за глаза рекомендую ставить средний виброотклик далее системное уведомление значит звук при наборе номера то есть это что такое это значит если мы включаем эту функцию потом набираем включаем телефон и начинаем набирать чего-то там на каждую нажатую цифру будет у нас откликаться значит звуком я это не люблю поэтому я отключаю эту штуковину также отключая звук нажатия на экран то есть эта функция также вот работает видите вот она начинает звучать звучать я этого не люблю поэтому тоже также отключаю звук блокировки экрана и разблокировки я оставляю это что такое вот блокировка экрана это у нас значит вот заблокировали разблокировали экран и он при этом издается звук вот так же у нас здесь есть очень интересная настройка которая не во всех телефонах присутствует это значит настройка аудио ребятки очень хорошая штуковина нужно то есть при включении каких-либо наушников телефон сам определяет тип наушников и улучшает звук вот здесь рекомендую включать вот эту функцию улучшения звука ми и выбирать тип наушников да когда в наушники вы вставляете эти иконки начинают быть активными в принципе вы на любых включенных наушниках можете попробовать варианты и подобрать тот вариант который для вас наиболее интересен будет то есть достаточно богатая тут коллекция наушников то есть это грубо говоря настройки эквалайзера под любые наушники да автоматически и я хочу вам сказать подобраны они очень хорошо вот поэтому рекомендую также пользоваться этой настройкой вот это улучшение звука ми включаете и при использовании наушников звук будет гораздо лучше у вас так и так что еще обещал в этом видео в этом видео я еще ребятки вам обещал показать как настраивать мелодию на определенный вызов очень просто вот допустим у вас есть какой-то вызов вот видите вот у меня какой-то есть вызов на телефоне я перехожу по стрелочке вправо открываю этот контакт вот ну во первых его надо сохранить чтобы можно было назначать да вот видите он сейчас не сохранен и ничего нету вот я нажимаю добавить там на живую назову его там ну не знаю как угодно вот нажал все смотрите после того как вы его сохранили в телефон появляется первая возможность выбора фотографии на этот контакт вот сюда мы нажимаем видите выбрать фото из галереи или снять то есть можем выбрать на этот контакт я не знаю любое что захотите фотографию да какую захотите ну вот грубо говоря вот такую раз и что мы видим видите то есть на этот контакт у нас назначается вот так фотография и появляется вот такая вот вкладочка мелодия по умолчанию то есть это то как раз какой мелодии будет звучать этот вызов от этого абонента то есть сейчас стоит мелодия по умолчанию она у нас она у нас где по умолчанию тут сейчас отмечено будет вот она классическая вот такой будет вызов звучать вот если нам не нравится такой или мы хотим выделять этот звонок да от остальных то мы выбираем мелодию какую нам вот от системных простых до вот 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 доктор выйдет все нажимаем окей и все видим что теперь на этом контакте у нас будет вот такая мелодия то есть при входящем вызове от этого контакта будет звучать эта мелодия также тут достаточно интересная есть функция еще видите qr-код то есть можно передавать этот qr-код смс или другими какими-то ватсапами да и человек просканировав этот qr-код я так понимаю этот контакт у него запишется то есть каждому контакту присылается qr-код но я еще не пробовал надо будет попробовать это сделать ну думаю это так и есть так ребятки все на этом все про звуки на нашем телефоне вот видите да сразу этот наш контакт теперь в нашем журнале отмечен вот как мы его назвали и вот фотография контакта для того чтобы определялся как правильно контакт с фотографией с мелодией не забываем записывать номер телефона в правильном формате да это плюс 7 там 918 и так далее то есть если вы запишите контакт в неправильном формате там да через восьмерку или семерка без плюса возможно ошибки то есть некоторые телефоны понимают это определяют некоторые не понимают вот поэтому река всем рекомендую записывать именно в правильном формате там плюс 7 и так далее так и так ребятки на этом все не забываем ставить лайки не забываем делиться этим видео да в социальных сетях сделайте максимальный репост очень вас прошу также кто желает может помочь на развитие канала ссылка на донат будет под видео на этом всем удачи всем спасибо пока 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 пока